Добрый вечер! Добрый вечер, уважаемые слушатели! В эфире Финам-ФМ, программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня мы обсуждаем наше всё, ну как очень часто говорят. Сегодня мы говорим о нефтегазовом секторе. И в гостях у меня сегодня, я с удовольствием представляю, Дмитрий Лютягин, независимый эксперт. Добрый вечер, Дмитрий. Добрый вечер. И Виталий Крюков, аналитик ФД «Капитал». Добрый вечер, Виталий. Добрый вечер. Ну, с чего я начну? Начну с лирики. С лирики я начну, да. Лирика в твой адрес, Виталий. Не пугайся. Я больше по физике как-то. Ну, мы не будем сейчас вечную дилемму обсуждать. Значит, уважаемые слушатели задают мне вопросы. Когда же будет в эфире уважаемый Виталий Крюков? Ну, а как? Чем они так к тебе проникли? Не знаю даже. Наверное, потому что говорю все прямо и откровенно, честно. Я тебя прошу сегодня то же самое. Говорить все прямо, положа руку на сердце. Дим, ну, а поскольку ты независимый эксперт, тебе сам Бог велел говорить честно, откровенно. Ты ни от кого не зависишь, правильно? Действительно, да. Так что анонс следующий, уважаемые слушатели. Сегодня у нас будет передача, не похожая, видимо, на многие другие. Потому что сегодня будем говорить откровенные, даже нелицеприятные, видимо, вещи. Давайте попробуем. Ну что ж, я начну с вашего позволения, с новости, которые просто в средствах массовой информации. Кстати, эту тему мы обсуждали, естественно, и при наших предыдущих встречах. Ну, вот уже несколько более актуально, что ли, да, становится эта история. История, связанная с сланцевыми, с добычей, правильно так говорить? С добычей сланцевых. Ну, по-русски добыча. Ну, нет, нет, профессиональный слэш такой, добыча, нефтя, причем, да, так говорят? Добыча. Так вот, с добычей. Мазуты. Да, сланцевые нефти. Все же штаты Америки. Более того, вот то, о чем я хочу сказать, сейчас новость прошла, что американцы всерьез подумают уже об экспорте. Ну, я так понимаю, этой самой нефти. Ведущие компании получают лицензии или готовятся к этому. Вот такая вот история. Это, естественно, наверняка, да, может быть связано с переделом, сфер влияния, с переделом рынка, таком мировом в целом. Прокомментируй, пожалуйста. Ну, в данном случае можно отметить то, что в США каждый месяц добыча нефти и газового конденсата обновляет максимумы. Вот есть такой проект, Бакен. Это сланцевый проект. Там добыча уже перевалилась за 600 тысяч баррелей в сутки. Скоро будет и больше. Вот бурение увеличивается. А это как скоро? Ну, то есть, чтобы понятными временными категориями, да, ведь даже вот, извини, пожалуйста, извини. Вот эта информация, которую я не процитировал, которую я ссылаю в средствах Москвы, да, в одной из какой-то публикаций. С одной стороны, все представляется так, что вот, да, оно случилось, завтра экспорт пойдет из Штатов и все, и, значит... Нет, опять же, это не случилось и не случилось вчера, потому что перед тем, как это произошло, и мы сегодня вот видим продолжение этого позитивного тренда по увеличению добычи нефти в Штатах, до этого была проделана колоссальная работа, колоссальные научные исследования. Это десятки лет ушло на это. Поэтому сегодня мы видим плоды вот этих исследований, которые продолжались там и в 80-е годы, и вот вылилось. Но не об этом речь. Дело в том, что эффективность бурения скважин в США повышается каждый год. То есть они при меньшем количестве буровых установок бурят больше и добывают больше. При этом стоимость скважин падает. Вот на том же самом Бакене стоимость уже очень сильно упала и продолжит падать в будущие годы. То есть это повышает экономику проекта и повышает точку безубыточности. То есть вот, например, вот если будет там нефть, например, падать, да, то есть для окупаемости проектов в любом случае будет там требоваться все меньше и меньшая стоимость нефти. Да, и если там сегодня мы говорим там о 90 долларов, то может быть там через пару лет это будет меньше еще. Это продолжение просто того тренда, который был и в природном газе, и он продолжается сейчас. Вот поэтому эффективность увеличивается. Но я бы просто отметил один факт, что о полноценном экспорте нефти пока говорить преждевременно. Потому что то, о чем сейчас идет речь, это локальные поставки нефти в Канаду на местные НПЗ. Это просто делать выгодно. Но дело в том, что сегодня в США существует официальный запрет на экспорт нефти. Потому что страна импортирующая и импортирует под 9 миллионов баррелей в сутки. И я сомневаюсь, что пока они не удовлетворят полностью свой спрос за счет внутренних ресурсов, они перейдут к полноценному экспорту как нефти, так и газа. То есть пока о полноценном широком масштабном экспорте говорить преждевременно. Но тренд добычи нефти в Штатах сегодня максимум, по-моему, с 95-го года. То есть был переломнил многолетний, многодесятилетний тренд на падение добычи нефти. Но опять же говорить, что это кардинальным образом изменит повестку дня, пока очень сложно, потому что есть горячие точки. Это и Иран, тот же самый обострение Турции, Сирии. Есть определенные болевые точки. И пока вот эта американская практика, она не экспортирована в другие страны. То есть если вот эта тема со сланцевой нефтью и газом будет экспортирована полномасштабно в другие страны, тогда мы уже можем реально говорить о том, что это меняет карту мира. Пока об этом говорить рано. Теперь давайте о карте мира, Дима. Вот, собственно, Виталий, да, упомянул достаточно важные пятна на мировой карте сейчас с точки зрения геополитики, ну и с точки зрения нефтяного сектора как такового. Что происходит сейчас на Ближнем Востоке? Какие события могут быть в ближайшее время? Развязка в Сирии и с Ираном. Ну, я так понимаю, что мы говорим в данном случае о влиянии на цены на нефть, в первую очередь. Изусловно. Потому что понятно, что в Саудовской Аравии добыча идет, и она, в принципе, идет нормальными темпами, да, то есть они стоят на определенной полке, которая им позволяет как раз-таки вот сейчас маневрировать и в некоторых степенях даже влиять. Иногда бывает на рынок, как это было, скажем, пару недель назад, когда они увеличили предложение, цена немножечко отошла от, скажем, тех самых 115 долларов за баррель. Но с точки зрения геополитики, действительно, ситуация на Ближнем Востоке и в Северной Африке, она продолжает оставаться напряженной, и здесь какой-либо, так скажем, скоропостижный, наверное, так вот, если можно выразиться, да, развязки я в данном случае не жду. По той простой причине, что, опять-таки же, да, те же самые выборы в Соединенных Штатах, которые буквально скоро случатся, и неизвестно еще, правда, да, на текущий момент, кто победит. Если побеждает Ромни, то мы слышали последнее его заявление, что он не собирается сдаваться или отдавать, грубо говоря, там, Ближний Восток, Афганистан и... Ну, то есть он более решительно настроен. То есть он более решительно, он более воинственно, и это означает, что напряженность или эскалация напряженности, она в данном регионе продолжится. Он выразил, так скажем, поддержку тому же самому Израилю, да, и определенным оппозиционным движением в этих странах, и даже если он не будет избран, я думаю, что и палата представителей, да, когда, возможно, поменяет свой состав, все равно, в любом случае, не будут прислушиваться к этим словам в том числе, потому что это был, ну, по сути, претендент на президентское кресло с хорошим, так скажем, весом, и свое влияние он... То есть он высказывает, да, мнение... Мнение... Большой части. Да, мнение республиканской партии, по сути, да, и в данном случае это может означать, что и Барак Обама, если будет в итоге выбран президентом, также может скорректировать свою внешнюю политику и, может быть, ее каким-то образом ужесточить, да, в отношении, опять-таки же, вот этих стран, поддержав, так скажем, оппозицию и тем самым продолжив этот период нестабильности на Ближнем Востоке и на Северной Африке. То есть продолжить период нестабильности, нестабильность выгодна штатам? Ну, я бы сказал так, что здесь выгоден результат, наверное, да, то, что компании американские, возможно, там нефтяные, могут прийти в данный регион, да, и на этом как-то сыграть. Возможно, что даже не то, чтобы американские компании придут в этот регион, да, просто за счет нестабильности будут повышаться, будут держаться высокие цены на нефть, которые мы наблюдаем на текущий момент, а те американские корпорации, которые занимаются добычей даже в других регионах, они от этого будут испытывать определенные, даже не определенные, а вполне осязаемые, так скажем, прибыли, да, и выгоды от тех же самых высоких цен на нефть. То есть, другими словами, Виталий, правильно я понимаю, штаты заинтересованы в том, чтобы там не было стабильности? Ну, опять же, на мой взгляд, здесь нестабильность, это играет все-таки в пользу ближневосточных монархий, это Катар и Саудовская Аравия, которые получают прямую выгоду от высоких цен на нефть и поддерживают оппозиционные режимы вот в этих горячих точках, то есть у них есть деньги на модернизацию своей экономики. Может быть, на снижение зависимости от стоимости нефти, плюс на покупку оружия у тех же американцев и для поддержки просто оппозиционных сил вот в этих всех горячих точках. То есть, Америке сегодня важен вот этот ближневосточный дуэт Катары и Саудовская Аравия. Пока вот этот дуэт им важен, видимо, нефть будет оставаться относительно на высоких уровнях, то есть около 100 долларов по марке Brent. Ну, дело в том, что ничего не продолжается вечно, и рано или поздно просто актуальность этих стран пропадет после того, как, видимо, будут урегулированы проблемы с Сирией и Ираном. Вот актуальность ближневосточной темы может уйти там на второй план, там, для американской политики, да. Ну, и потом все вспомнят про рост добычи нефти в Соединенных Штатах, там, еще где-нибудь точки, да. А Ирак вспомнят, их планы вспомнят. Много чего, да, придется вспомнить. Давайте мы об этом поговорим чуть позже, сейчас послушаем новости. Итак, еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Мы продолжаем программу «Сухой остаток» на Финнам-ФМ. Сегодняшняя тема «Нефтегазовый сектор». В гостях, еще раз я представлю, Дмитрий Лютягин, независимый эксперт, и Виталий Крюков, аналитик ФД «Капитал». Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, что ж, обсуждаем макроэкономику, да, геополитику даже, еще более круто. А так, чьи же интересы столкнулись сейчас на Ближнем Востоке, в Сирии, в Иране и так далее? То есть, понятно, мы говорили сейчас о Соединенных Штатах Америки, да, Виталий? Да, Соединенные Штаты Америки, Саудская Аравия, Катар — это одна сторона, а другая сторона — это Иран, Сирия. Может быть, там косвенно Китай с Россией. Ну, Китай — это, в общем-то, такая отдельная тема. Они во многом поддерживают позицию России просто здесь. Но в любом случае обострение, видимо, продолжится еще, и поэтому можно ожидать, что вот эти факторы, они будут там более-менее с какой-то частотой всплывать на информационных лентах. Это все как-то будет питать нефть. Питать, ну, цены, да? Ну, питать цены, да. Дим, вот интересы России там каким образом представлены? Интересы России в данном случае представлены только в том, что мы от высоких цен на нефть, по сути, пополняем наш бюджет, да, который вроде как то дефицитный, то бездефицитный, да, и по сути высокие цены на нефть только в этом нам помогают. Но, с другой стороны, и затягивают, да, на то, что мы продолжаем сидеть на той же самой нефтяной игле, о чем говорили предыдущие наши, так скажем, президенты, потом премьер, потом президент, и сейчас опять премьер. То есть, на самом деле, выгода, безусловно, есть, мы обладаем этими запасами колоссальными, там, и в нефти, и особенно в газе, безусловно, высокие цены на нефть, это в некоторой степени такое вот благо, да, вопрос только в том, как правильно этим распорядиться, но это уже, грубо говоря, наверное, вопрос не этой передачи, да, и вообще, в принципе, вопрос, наверное, не только наше, а все России думают об этом. Ну, я понял, ну, то есть, интерес России связан исключительно вот с нестабиленными, с высокими ценами на нефть, больше никаких интересов нет. Здесь еще важно отметить, что высокие цены на нефть перестали быть драйвером российской экономики. Российского рынка. Это уже не видим, потому что эти дополнительные, дополнительная выручка от роста цен, она компенсируется опережающим ростом импорта, оттоком капитала, поэтому, если там до кризиса мы видели темпы роста экономики, там, около 7%, да, то сейчас это 3-4%, да. Поэтому мы видим, что темпы роста кратно ниже, цены, в принципе, на исторических максимумах, вот если брать там средние цены там за год, то это максимальные цены, вот, но это уже не стимулирует экономику. И сегодня это, на мой взгляд, правительство понимает и встает перед выбором, то есть новые драйверы роста экономики. В принципе, думаю, что сегодня все приходят к выводу, что таким драйвером может быть инвестиционный спрос внутри России. То есть это, поэтому сегодня государство пытается улучшать и бизнес, климат, там, и привлекать западных инвесторов в те же самые шельфовые проекты, проводить, как-то пытаться модернизацию экономики. И вот, поэтому сегодня идет мучительный поиск драйверов роста экономики, вот, поэтому у инвесторов, вот, если у них есть желание инвестировать в российскую экономику, то, наверное, уже надо быть более выборочно и вот ориентироваться на новые драйверы роста, то есть куда на основной фокус инвесторов будет идти. То есть не традиционные, может быть, сферы там, да, то, что вот привыкли там на голубые фишки смотреть, да, вот они, цена нефти выросла, значит, надо покупать нефтегазовые акции, да. А смотреть, куда эти доходы потом идут, то есть они идут на строительство дорог, мостов, там, строительство газа, нефтепроводов. Поэтому идеи надо искать вот именно в инвестиционном спросе внутри России. И вот новый пласт олигархов нулевых годов, который сформировался у нас, вот, они эти драйверы роста отчетливо видят и инвестируют именно в такие сферы. То есть отходят от традиционных сфер, которые были там в 90-е годы. Поэтому вот у мелких инвесторов, которые не успели купить акции в 90-е годы, вот эти мелкие инвесторы должны смотреть на олигархов нулевых годов и понимать, куда они вкладывают деньги. И не ругать их за это, а пытаться вместе с ними участвовать в этом росте. Ну, это любопытно. На самом деле, вот, говоря о олигархах нулевых годов, кого ты имеешь в виду-то, прежде всего, или, может, несколько? Кто это такие? Ну, я думаю, что это основные строительные компании, которые сегодня строят газонефтепроводы, мосты, дороги, скупают, значит, и дело в том, что консолидация вот этой инфраструктурной отрасли продолжается. То есть это новый виток. Сегодня видят, что у госкомпаний инвестор-программы колоссальные, поэтому все хотят урвать кусочек от этого роста. Поэтому вот у этих олигархов есть компании, акции которых есть на бирже. Если грамотно выбрать эти акции, можно очень получить немалую прибыль. Они не в числе голубых фишек, но для физических лиц объемы операций там невысокие. Эти акции очень сложно купить, но пытаться можно. Пытаться можно и сформировать портфель. То есть у них наибольший потенциал. Потому что в основном вот эти активы покупались на заемные деньги. Эти займы надо погашать. Эти займы можно погашать за счет дивидендного потока этих компаний. Если грамотно выбрать эти акции, то дивидендный поток и прибыльность может быть очень большой. Рекомендации не будем давать торговые сегодня? Индивидуальные акции я бы не стал называть, потому что, во-первых, их очень сложно купить. А во-вторых, ну еще есть там у меня интересы какие-то. Я понял. Ну что ж, это хорошо, что есть интересы. Дим, ты как независимый эксперт. Согласен, во-первых, с мнением Виталия по поводу того, что вот даже внутри нефтегазовый сектор, где необходима диверсификация, да, нужно перекладываться. Не просто смотреть на то, сколько стоит нефть на мировых рынках, да, и на этом пытаться заработать, а развивать инфраструктуру. С сомнением согласен именно с тем, что на текущий момент, по сути, наши голубые фишки, да, то есть в любом случае, да, будут зависеть там от определенной макроэкономики, даже больше степени, наверное, глобальной такой, да, то есть мы видим, что принимая там ЕЦБ или ФСФР какие-то решения, начинаются движения на российском фондовом рынке, причем по всему широкому фронту. Ну, начнем с того, что не сначала на российском, да, а потом это приходит и на российский фонд. Потом на российский, да. А вот с точки зрения каких-либо историй, действительно, возможно, ракетных историй, да, их действительно инвесторы и относительно, так сказать, профессиональные инвесторы смотрят именно во втором эшелоне, в каких-то историях, связанных, опять-таки же, да, с крупным бизнесом, но в части именно его обслуживания, там те же самые сервисники, предположим, да, там масса идей. Но также, может быть, не то, чтобы предостеречь, но надо понимать, да, то есть там, где есть высокие проценты роста, там всегда и высокие проценты риска того, что можно потерять, да, то есть есть и такие же истории, скажем, с теми самыми девелоперами, предположим, да, которые очень неплохо росли в шестых-седьмых годах, и знаем, как в восьмом году тот же самый пик, по сути, был утрамбован там. Поэтому здесь, на самом деле, палка такая на двух концах, да, и нужно смотреть и внимательно подходить, поэтому, безусловно, опять-таки же, да, можно просто не то, чтобы порекомендовать, да, а иногда и... Предупредить. Даже не предупредить, а просто пользоваться профессиональными советами, да, то есть вот, как говорят, там, относительно того, что у нас есть, например, дома хозяйки, да, которые хотят, ну, которых мы хотим приручить, там, к купле-продаже акций, да, надо понимать, что они должны также обращать внимание, там, на то, что рекомендуют, скажем, аналитики каких-либо домов, возможно, у них там есть интерес, да, безусловно, там, в тех или иных организациях, которые там продают те же самые акции. Не, ну, я думаю, домохозяйки в любом случае не своим мнением пользуются. Да, ну, то, что я говорил, это в основном относится к профессиональным частным лицам, то есть это не к физическим лицам, потому что очень большой риск, здесь важен именно выбор этих акций, если грамотный выбор, за счет дивидендных потоков только можно окупить инвестицию за 2-3 года, то есть такие акции есть, вот, их надо искать, в принципе, купить можно, вот, понятное дело, что продать тоже сложно потом будет, вот, но, извините, тут, конечно, риск, прибыль, все-таки, на мой взгляд, в вашу пользу играет. Да, здесь вопросы на неспекуляции имеются. Нет, здесь, конечно, неспекуляции. То есть мы входим, как бы, на долгосрочную перспективу. Да, да. При этом, как бы, вот, есть сейчас такое мнение, что очень, там, опасно вкладываться, там, в 3-й, 5-й эшелоны, что там особо тем, тем уже нет, темы консолидации отрасли пройдены, они остались до кризиса. Это, я не согласен с таким мнением, думаю, что этапы консолидации продолжаются, я вот уже говорил тему, это инвестиционный спрос, это вот олигархи нулевых годов, которые скупают и скупали, и скупают активы в разных секторах, но в основном ориентированы на инвестиции от госкомпаний. Вот, поэтому консолидационные темы, они продолжаются, продолжаются выкупы акций, интересные оферты, дивидендные истории, потому что у ряда компаний денежный поток колоссальный. Просто они остаются в тени сегодня, потому что, ну, очень мало акций на бирже, но физическим лицам вполне это можно купить. — Очень мало акций на бирже, естественно, сразу возникает проблема, да, как мы о них узнаем, как мы поймем, да, что это именно они. — За это как бы люди платят консультантам, которые подсказывают. — Я понял, здесь мы не предлагаем свои услуги какие-то, конечно, здесь ничего нет. Просто обозначена тема, там интересные инвестиционные истории, идеи, то есть мы сегодня подаем физическим лицам, грубо говоря, отдаем вектор, где копать, где искать, где можно еще сегодня интересно вкладывать деньги, а не просто покупать голубые фишки, смотреть там на ФРС, еще кого-то там слушать, ждать американских выборов, притоков, оттоков капитала. В принципе, есть местные истории, они очень интересны сегодня. — И они вот внутри нефтегазовый сектор, прежде всего? — Не только, но прежде всего так. — Не только, но я думаю, что даже это, может быть, не касается, то есть это не в первую очередь нефтегазовый сектор, это смежные отрасли. — Спасибо, сейчас еще раз послушаем новости, потом продолжим. — Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели, продолжаем программу «Сухой остаток» на Финам.ФМ, меня зовут Олег Дмитриев, сегодня обсуждаем нефтегазовый сектор, в гостях Дмитрий Лютягин, независимый эксперт, Виталий Крюков, аналитик ФД «Капитал». Ну и, ну и, предыдущая часть нашей программы, вот мои уважаемые гости, такие, я бы сказал, предложили, да, сигналы такие, неожиданные торговые сигналы, да, высказывали в эфир, но я, тем не менее, хочу вернуться к нашей теме, нефтегазовый сектор, а чуть выше, Виталий, ты говорил о том, что, когда мы обсуждали геополитику, обсуждали интересы, в частности, на Ближнем Востоке, упомянул Китай. Вот, если можно, давайте чуть подробнее об этой теме поговорим, насколько действительно, да, китайский рост, ну, а точнее, вот, опасность его замедления, да, может оказать влияние и на стоимость нефти, и на, соответственно, нефтегазовый сектор, на добычу, на сбыт и так далее, тому подобное. Ну, я вижу сегодня основное такое доминирующее влияние, это, может быть, даже не столько нефтегазовый сектор, да, вот сколько рынок там стали, металлов, потому что сегодня Китай там вышел на доминирующие позиции там по производству металлов, да, вот, и ряд просто позиций очень сильно зависит, и Китай сегодня определяет там цены на средневом рынке, может быть, даже не столько там нефтегазового, ну, понятно, ну, мы как-то традиционно объединяем, да, сырьевое, сырьевое, конечно, для сырьевого рынка Китай, конечно, играет колоссальную, колоссальную роль, как вот именно источник какого-то физического спроса, да. Поэтому сегодня, сегодня происходят структурные изменения в китайской экономике, Китай понимает, как, впрочем, и Россия, это, в принципе, должна понимать, что экспортная структура экономики, она уже неэффективна, потому что на экспортных рынках очень большие вызовы, европейский кризис, американский кризис по всему миру, поэтому в основном сегодня страны пытаются искать новые точки роста внутри себя самих, вот, и Китай постепенно переориентирует экономику на внутренний спрос, конечно, это очень сложно делать, учитывая то, что основной фактор все-таки поддержки экономики, это экспорт, и мы это понимаем хорошо, вот, поэтому мы сегодня видим некое там торможение экономики, это, конечно же, сказывается, плюс Китай в любом случае не прекращает делать резервы нефти, то есть они резервы нефти продолжают наращивать, они продолжают скупать активы в нефтегазовой отрасли по всему миру, индусы делают то же самое, вот, поэтому все страны, которые не обеспечены своим сырьем, они все равно продолжают скупку активов, несмотря на все крики, что нефть упадет, нефть будет очень дешевой, они работают на долгий срок, и сегодня отчетливо понимают, что все-таки пока реальной альтернативы нефти нет, есть процессы там, которые происходят внутри там энергетики, газ там, доля газа увеличивается опережающими темпами относительно нефти, сейчас вот тут и уголь вышел вновь на такую аванс сцену там, и порядок позиций вмещает газ, газ, то есть есть внутри вот сектора изменения, но Китай, конечно, он будет определять вектор и в будущем. Я бы здесь еще отметил следующий момент, да, то, что, безусловно, Китай является именно индустриальной державой, и, как правильно Виталий заметил, они создают резервы, вопрос только в том, да, то есть, почему они создают, во-первых, то, что у них есть, безусловно... Почему, по какой причине? Да, у них есть определенные планы, да, по своему собственному развитию, как по внутреннему спросу, который нужно также закрывать, так и все-таки они продолжают обслуживать экспорт, и второй момент, это те, по сути, решения, которые принимались главами, скажем, европейских стран и центральных банков и Соединенных Штатов, относительно, по сути, девальвирования, да, таких основных мировых валют, и за счет того, что у Китая... Китай в этом не принимает участие? Китай не принимает, но у него очень большие золотовалютные резервы, которые как раз хранятся в такого рода валютах. Вот охота ему, грубо говоря, да, то есть, как нормальному инвестору сидеть в дешевеющей, по сути, обесценивающейся валюте, он лучше, в принципе, действительно создаст дополнительные резервы, пускай они будут ему стоить определенных затрат по содержанию и обслуживанию данных резервов, но они будут выражены в материальном форме, в виде реального энергоносителя, которое можно будет потратить на те или иные цели, это именно широкий диверсификационный такой, диверсификационное сырье, да, которым можно пустить куда угодно сырье, в принципе, да, и по металлам то же самое, да, то есть они, по сути, хеджируют вот этот возможный эффект от девальвации основных мировых валют, и, в принципе, делают, на мой взгляд, правильно, потому что это к этому и приведет, да, потому что предложение валюты увеличивается, при том, что, как бы, центральные банки говорят, что никакого, так скажем, влияния не будет, но в любом случае оно будет, и мы это, грубо говоря, видим по той инфляции, которая, в принципе, существует. Ну и потом последние события, да, с включением, ну, в кавычках, конечно, печатных станков по всему миру, естественно, такие, да, такую точку зрения подтверждает. Вот. Нефтегазовый сектор, немножко о газе, наверное, есть смысл поговорить, ну, и я хотел бы все-таки начать тогда уже с нас, с нас. Сколько, какие позиции в мире вообще в России именно, с точки зрения добычи и транспортировки? Ситуация странная происходит на внутреннем рынке газа, учитывая то, что у нас избыток предложения газа на внутреннем рынке увеличивается, то есть я думаю, что он будет нарастать в ближайшие годы все сильнее и сильнее, потому что у нефтяных компаний огромные планы по наращиванию добычи газа. Вот. Поэтому непонятно, куда независимые производители будут продавать свой газ, учитывая то, что ограничен экспорт. Вот. В то же самое время у нас продолжается рост тарифов на газ. Ну, то есть это очень странно просто видеть тем, кто изучал экономику, баланс спроса и предложения. Я тебе хочу сказать, это всем странно видеть, когда ты приходишь и видишь... Очень странно видеть у нас стоимость электроэнергии на мировом уровне. То есть это очень странно просто видеть как-то, учитывая то, что газ у нас, в принципе, дешев. Понятное дело, дорого транспорт стоит, у нас все дорого стоит. Это точно. Но просто я думаю, что рано или поздно мы все-таки отойдем от тарифного регулирования, и у нас будет полноценный рынок газа. Я, по крайней мере, хотел бы это видеть. Именно внутри. Внутри. Внутри России, то есть, может быть, не полноценный там биржевой рынок, да, но какие-то котировки, которые зависят от спроса и предложения. Потому что у нас, в принципе, все предпосылки созданы для полноценного рынка газа. Они, конечно, еще пока нет. То есть их нет пока полностью всех, но больше 50% точно создано. И по мере наращивания добычи газа, думаю, что государство все-таки будет постепенно отходить от этого тарифного регулирования, и цены у нас будут более гибкими все-таки. Вот, поэтому внутри России... Это благоприятный сигнал для потребителя, но для обычного я так понимаю. Для потребителей газа. То есть это может быть для населения. Населения именно, да. Ну вот, в принципе, для населения там вот тоже у нас... То есть очень странно понять, когда сравниваешь то, что происходит в мире, и то, что у нас происходит. То есть это некорректно сравнивать просто, да? Ну вот, например, просто приведу пример. Например, в Канаде потребитель не платит за подвод газа к дому. То есть это... Это проблема того, кто газ продает. Это проблема того, кто продает газ, потому что это его интерес подвести к этому потребителю и продать ему. То есть ты хочешь, чтобы я у тебя купил, да? Вот давай. Вот я готов там вкладывать свои деньги, буду строить трубы, но вот ты будешь потреблять мой газ. Поэтому думаю, что у нас еще вот помимо рынка какого-то более-менее сформированного будет еще демонополизация внутреннего рынка. Думаю, что это будет происходить рано или поздно, потому что по модели газового рынка мы примерно находимся на уровне, ну вот, может быть, 80-х годов по структуре отрасли то, что было в Штатах. Думаю, что у них тоже были ограничения, тоже было там... Было очень мало поставщиков, регулирование было. Но потом они от этого отошли всего. И поэтому вот в газовой отрасли тоже могут быть определенные идеи, интересные для инвесторов. В частности, вот... Настроен на одно, видимо. Те же самые облгазы. Нет, нет, это нормально. Вот эти облгазы, они сегодня занимаются банальным транспортом газа до потребителей, но я думаю, что рано или поздно им придут большие-большие функции, скажем так, и регулирование все-таки тарифов будет более адекватным. Но, опять же, это светлое будущее, о котором мы говорим, придем ли мы к этому. Я многократно ловлю себя на мысли, мы здесь обсуждаем разные темы, причем, касаемо экономики, прежде всего. Говорим, 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 начинаем улыбаться, потому что действительно перспективы есть. А потом, к сожалению, осекаемся, да, перспективы есть, но они в далеком-вдалеком. Может быть, не в далеком, вот недавно же просто выступал наш один из представителей Минэнерго, да, и говорил о том, что, возможно, стоит подумать о том, чтобы равнодоходность, да, она была каким образом сделана, да. То есть сейчас хотят сделать, почему у нас тарифы растут на газ? Тем, что у нас хотят привести к равнодоходности цен, которые есть в Европе, да. При том, что говорят, что в Европе цены, да, привязывают, точнее, к экспортным контрактам Газпрома, которые, естественно, пытаются продавать, продолжают пытаться по максимальной цене, которая привязана, скажем, к нефтяным котировкам. При том, что газ в Европе, который поставляется там тот же самый Жижный или каких-то коммерческих других организаций, он, в принципе, его можно уже найти дешевле, там, его находят и продают дешевле. Так почему бы действительно не взять, скажем, альтернативу общую, которая есть в Европе, то есть, скажем, среднюю цену газа, которую там, предположим, сейчас на текущий момент потребляют, и к ней привязывают российские внутренние цены и делают эту самую равнодоходность. Тогда у нас действительно, мы достигнем этой равнодоходности не к 2018, а к 2017 году с этим ростом там по 20-25% в год, как там некоторые предполагают, да, а мы можем ее достигнуть, в принципе, даже не повышая внутренние цены, просто приняв за определенную основу, что цены в Европе, они сейчас вот такие на газ, не привязываются только к контрактам экспортным Газпрома. Мысль грамот, она прозвучала из уст представителей Минэнерго, поэтому вполне возможно, что, может быть, мы не в очень далеком будущем к этому придем. Но она прозвучала как? Она прозвучала как идея того, что это можно об этом подумать. Главное, из чьих уст эта идея произносит, у нас в стране важно, из чьих уст эта идея произносит. Кто слушал это, кто он сидел напротив, да, кто хихикал втихаря, смотрите, идиот какой, чего он несет. Насколько это реально, ну, Виталий, скажи, ведь это не так, но кто же под это пойдет, учитывая нашу систему. Ну, опять же, это очень странно, то есть все страны борются за конкурентоспособность своих производителей на мировом рынке, потому что у нас компании поставляют продукцию на мировой рынок, и, конечно же, входящая стоимость сырья, это вот стоимость газа, имеет определяющее значение в ряде отраслей, и многие там уже жалуются. Но, опять же, у нас и противоположный тренд идет, это повышение налогов в газовой отрасли, но просто, понимаете, государство хочет и... Я и знаю это, да. То есть это налоги, по сути, от потребителей идут, потому что они в любом случае из кармана потребителя, потому что производители повышают цены, государство повышает цены. У нас, по всей видимости, государство думает, что у нас только единственная компания-бенефициар, это должны быть сырьевики, то есть они не думают, что у нас есть другой бизнес. То есть государство думает, что облагает налогом сырьевые компании, а облагает налогом потребителей. Поэтому это очень странно видеть, просто учитывая то, что сегодня конкурентность на мировом рынке очень сильно выросла, и все борются, пытаются найти какие-то способы, но у нас как-то не видно вектора движения. У нас все способы давно найдены, видимо, уже, а точнее их не так много, есть один. То же самое и угля касается, это не тема там. Я, конечно, чуть выше пошутил, так может быть, не очень удачно, но действительно нет такого ощущения, что мы к дровам скоро вернемся, когда уже совсем вот этот вопрос будет неконкурентно способен. Как-то вот все упрощается, мне кажется, да, вот как-то с точки зрения потребения, да, активно причем. Америка очень сильно увеличивает поставки угля, там, а Германия тоже самая, там, а Германия там боролась за экологию. Этот вариант тоже не устраивает, потому что мы опять будем сидеть на игле, но только теперь дровяной, ведь у нас огромные залежи. Это точно. Сейчас послушаем новости, потом продолжим. Итак, еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире Финам.ФМ, программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Последняя часть, заключительная часть нашего сегодняшнего эфира. Мы обсуждаем нефтегазовый сектор. Я напомню, и сегодня в студии Дмитрий Лютягин, независимый эксперт, и Виталий Крюков, аналитика ФД «Капитал». Ну, не все, наверное, альтернативы еще, да, мы с вами обсудили, нефть обсудили, газ обсудили, угля коснулись даже, по дровам прошлись. Ну, давайте теперь несколько гипотетически все же, хотя, по-моему, Виталий уже об этом говорился, гипотетически сегодня подумаем о том, а есть ли вообще в ближайшей перспективе, да, есть ли возможность найти некие другие источники энергии, не связанные с сырьем? Ну, таких источников, в принципе, много, их искать-то не нужно. Вопрос в том, чтобы их развивать, и развивать, например, на предприятиях или, в принципе, внутри России. То есть то, что эти источники есть, альтернативные энергетики, они, безусловно, существуют, но только вопрос именно в их развитии, и в инвестиции в это развитие. У нас, в принципе, много, что об этом говорят, тот же самый Сколково, да, там есть определенные интересные проекты. Вопрос только в том, что это все пока очень, на самом деле, локально и мизерно, да. Если мы хотим действительно заниматься этим, я бы вообще, в принципе, предлагал, как отдельное направление, скажем, в том, что там Минэнерго, это пускай выделяется, определенный бюджет, как у них там это принято, да, и подать в бюджет определенную программу, чтобы они приходили к какому-то заключению. Не просто поставить, скажем, да, солнечную электроэнергетику, там, не знаю, где-нибудь в Подмосковье, предположим, при том, что у нас там облаков полно, да, а именно придумать с тем, чтобы это в наших условиях реально могло работать. Нет, я думаю, это будет на уровне анекдота. Вот вам деньги спустили, давайте разрабатывайте солнечную батарею. Ну и задача какая? Потратить деньги, не разработать батарею, а потратить. Ну, мне вот кажется, что все-таки путь должен быть эволюционным. Безусловно. То есть постепенный переход от одного топлива к другому топливу в рамках какой-то логики, понятной логики, там, экономии потребителей, да, чтобы не было, например, сегодня дизельное топливо, потом там какой-нибудь там ветер вдруг, там, не знаю, ну, что-нибудь такое. Да, сразу, чтобы не было вот этого перехода резкого. То есть ведь сланцевый газ, нефть, это тоже был эволюционный путь, он только потом стрельнул. Вот, поэтому сегодня, я не знаю, может быть, но вот в качестве моторного топлива продвигается газовое топливо. Вполне это идея хорошая. И сегодня в Соединенных Штатах мы видим огромное количество проектов, создаются новые бизнесы под эту идею. И, опять же, акции выходят на биржу этих компаний. Вот, я сегодня в таком практическом ключе больше говорю. Ты молодец, Владимир, молодец. У меня просто конкретные торговые рекомендации. Вот, поэтому вот переходное топливо, там, вот дизельного топлива, бензина, там, вот, через газовое топливо, какому-то новому виду топлива, вот, газ, это вполне, как переходное топливо, оптимальный вариант, на мой взгляд. Я понял. Хорошо. Ну, ладно, это мы немножко помечтали, собственно, отвлеклись от темы. Возвращаемся на грешную землю во всех смыслах. И теперь, с точки зрения фондового рынка, все же, ты сегодня настойчиво, настойчиво это педалируешь. Давайте посмотрим какие-то ближайшие, средние, кратко, долгосрочные перспективы именно нашего сектора нефтянки, вот, представленного на фондовом рынке. Это не только голубые фишки, хотя, прежде всего, они все же, потому что, я еще раз объясню, большинство наших слушателей не слишком погружены в материал. Более того, я периодически об этом тоже говорю. Вот эта вот идея, когда каждая домохозяйка, да, инвестирует на фондовый рынок, она все-таки, она все-таки интересна достаточно. Домохозяйка действительно не будет, да, разбираться в акциях третьего и пятого эшелона. Вот, она видит очевидные вещи. Главное, что она инвестирует, вот об этом говорить. А в нашем случае у нас домохозяйка, ну, в кавычках мы это ставим, да, то есть у нас, так сказать, обычный рядовой гражданин не то, что не знает и не хочет, он воспринимает, как правило, это еще ругательно. Фондовый рынок это что-то такое нечистое, нечестное что-то такое. Это не правильно. Это финансовый ремонт. В любом случае частному инвестиру не надо полагаться там на советы какого-то стороннего эксперта, и в любом случае это его деньги, он должен принимать решение сам. То есть любой частный инвестер должен отдавать себе отчет, почему он вкладывает в эти акции. Не потому, что там ПИ низкий, либо ему аналитик рассказал чего-то. Не дай бог еще там другие есть. Либо там графики показывают голову и плечи, или что-нибудь такого плана. Или треугольник. В любом случае и так можно тоже. Но в любом случае частный инвестор, особенно без опыта инвестирования, чтобы не обжигаться на этих акциях, на голубых фишах, не покупать акцию, а потом она упала, сразу в панике звонить брокеру. Да, да, да. Вы что же надули меня? Да, вы что мне продали, обманули. Поэтому инвестор должен осознавать все риски инвестирования, принимать решение сам. Если он видит какую-то интересную отрасль, подотрасль, какую-то сферу инвестиций, это может быть не глобальные отрасли нефтегаза. В нефтегазе огромное количество подотраслей, там, сейсмику, бурение смотреть. Но вот есть люди, которые профессионально занимаются сейсмикой, бурением, они видят, может быть, какие-то перспективы. Но вот уже тогда обращаться к профессионалам, говорить, что вот я вот вижу определенные отрасли, интересные мне, вот давайте посоветуйте мне какие-то идеи в рамках, может быть, этой отрасли. Я с тобой согласен, но хотел, тем не менее, акцент сделать на том. Есть известная компания, самая известная в России, да, реклама которой утверждает, что она наше все, она просто наше все. То есть это с подсознанием. Вот дети сейчас рождаются, знаете, как дети, маленькие особенно, реагируют на рекламу. Я помню, у меня сын был маленький, ну, там, до пяти лет ему. Он что-то игрался, машинки, телевизор, дын-дын-дын, фоном. И вдруг начинается реклама, и он все, вот так. И замер, и смотрит. А там все, что угодно могут, конечно, говорить. Ну, я понимаю, это тоже, наверное, технологии, да, такие, привлекают внимание сразу. А детское внимание непосредственно. Ну, только вот там утверждают, что это наше все, естественно, у него в подсоздании это. А потом он смотрит на фондовый рынок, и вот и есть акции этого вся. Этого, как по-русски сказать, этого нашего все. Есть акции, торгуются. Ну, логично, что я должен их купить. Это самый простой путь, и, к сожалению, он неверный. То есть многие инвесторы идут по этому пути, и потом, в общем-то, сталкиваются с проблемой. Или не хочется о плохом, помните, да, до кризиса это было, когда вот такое же было всенародное IPO, помните, тоже известные финансовые структуры. И где все это сейчас, многие задают этот вопрос. Вот здесь как идти правильно? Как правильно идти, Виталий, как ты думаешь? Ну, в любом случае, простого ответа здесь, конечно же, нет. Понятное дело, что человек, который впервые пришел на рынок, он вот знает вот базовые там вещи, базовые акции. Газпром, Лукойл, Роснефть, там еще кого-то. Вот, то есть то, что ему постоянно с телевизора говорится, он это, ну, он думает, ему говорят, что там дешево-дешево, вот он и приходит, покупает, там, где-то выигрывает, где-то проигрывает, но по большому счету проигрывает, конечно. Вот, поэтому это не выход, это не выход, поэтому тут надо, ну, то есть я могу говорить о том, как я подхожу к этому, но вряд ли этот способ будет удобен для всех инвесторов просто. Безусловно. Я подхожу с фундаментальных точек зрения, то есть я смотрю, сейчас вот, например, мне интересны дивидендные истории, но дивидендные истории не в голубых фишках, да, потому что голубые фишки популяризированы, да. Ну, в отрасли, да, в смежных отраслях эти идеи есть, потому что сегодня, в принципе, ряд компаний там уже и превысили там уровни прибыли до кризиса, дивидендные выплаты остаются большие, акционеры, в принципе, мажоритарные, щедрые. Многие переориентируются именно на дивидендные, да, доходы? Да, многие, чтобы привлечь внимание инвесторов, они пытаются как-то увеличить дивидендные потоки вот своих акций. Дивидендная тема, она, в принципе, сейчас очень такая модная, то есть они все говорят, ну, я бы не говорил вот в рамках голубых фишек, если вы, конечно, не крупный фонд, а простой человек, который приходит на фондовый рынок. Ростой скромный инвестор с миллионом долларов. С миллионом долларов, да. Дима, что ты скажешь по поводу отечественного фондового рынка? Отечественного фондового рынка, я бы еще бы, да, если по отрасли говорить и конкретно по акциям, да, то мне на текущий момент нравится, ну, или я, по крайней мере, слежу, да, за историей, связанной с приватизацией, не приватизацией, да, даже в большей степени, наоборот, о государственном компании ТНК-БП, да. Расприватизацией, да? Да, распрягайте. Клопцы коней, вот в данном случае. То есть, вот эта вот история ТНК-БП, Роснефть, Аксесс, там, Рено, да, то есть российские акционеры, все вот этот клубок, по сути, там могут быть интересные подвижки, потому что, в любом случае, развязка какая-то будет, и она может быть как в пользу Роснефти, так и в пользу, так скажем, какой-либо другой компании или, возможно, других акционеров. Возможно, здесь что-то появится, да, то есть мы, может быть, увидим новую фишку, в том числе, это исключать нельзя, то же самое ТНК-БП, когда пройдут IPO, об этом, в принципе, акционеры заявляют. Здесь может быть, да, и чтобы привлечь акционеров, возможно, та же самая дивидендная история может быть тут также повторится. Если это будет, скажем, какое-то поглощение Роснефти, то здесь также надо смотреть на предмет того, что, возможно, будут интересные мультипликаторы, там, с точки зрения покупки. Поэтому, вот, на что я сейчас в данном случае обращаюсь, относительно нашего все, и вот рекламы, то же самое, да, могу сказать о том, что на текущий момент, по крайней мере, цена говорит о том, что акции, да, что это не есть наше все, да, то, что управление или, возможно, использование инвестиционного ресурса не совсем, так скажем, эффективно, да, так, как это могло бы быть, скажем, в других руках или в руках других акционеров или собственников. — А в чем проблема, что это неэффективно, это? Ну, давай уж, мы договорились с самого начала, вы будете, нелицеприятны будете сегодня, во-первых, вот, и говорить правду. В чем проблема? В ком, точнее, проблема? Назовай фамилии просто. — Нет, дело в том, что акционерное общество должно преследовать интересы всех акционеров. Понятное дело, что интересы крупного мажоритарного акционера государства, они превыше всего, но не ущерб, конечно, мажоритарным акционерам. — Так, нечестно, я бы так сказал. Ну, так нечестно. — Ну, я не знаю, в бизнесе можно говорить честно, не честно, там, тут это сложно, сложно очень, тут выгодно-невыгодно, наверное, как-то экономический эффект какой-то просчитывается. — Ну, дело в том, что здесь структурно идут изменения в газовой отрасли, вот, о чем я уже говорил относительно внутреннего рынка, это независимые производители, которые наращивают свое присутствие. — Вот, под все-таки крылом государства. Государство стимулирует всячески там увеличение роли независимых производителей. И вот, и Роснефть — это как один из таких главных, ну, и Новотек, конечно, но Роснефть после прихода Сечина, господина Сечина вновь вышла на аванс сцену и сегодня, думаю, что играет, ну, пожалуй, не меньшую роль, чем Новотек. Вот, и, наверное, они в ближайшие годы будут стремиться выйти на экспорт газа. Вот, поэтому изменения происходят в внутреннем рынке. Плюс, еще важно, в Газпроме самом происходят очень сложные изменения. Это традиционная добыча падает, приходится выходить в новые регионы с более капиталоемкие, с большими операционными издержками. При этом окупаемость этих инвестиций вот по Восточной Сибири, по Дальнему Востоку очень призрачная. Поэтому сегодня пытается компания получить дополнительные налоговые льготы. Поэтому я бы вот сегодня, почему-то все смотрят на сланцевый газ, я бы смотрел не в этом проблемы нашего всего. Это огромные капитальные инвестиции по поддержанию добычи газа за счет новых проектов, сложных проектов, капиталоемких. Это строительство новых газопроводов, это колоссальные масштабы деятельности. Это новое, по сути, построение новой компании заново. И окупаемость этих инвестиций, она сомнительна весьма. То есть надо работать, работать надо, двигаться вперед. Сложный рынок, сложный рынок. Сложный, я согласен. Хорошо. Ну что ж, я буду закругляться, время, к сожалению, уже на подходе. Еще раз напомню, уважаемые слушатели, мы сегодня обсуждали ситуацию в нефтегазовом секторе. Со всех сторон мы, кстати, посмотрели, это очень хорошо. Спасибо вам, уважаемые гости. Напомню, это был Дмитрий Лютяги, независимый эксперт, Виталий Крюков, аналитик ФД «Капитал». Меня зовут Олег Дмитриев, я прощаюсь с вами. Всего хорошего, успехов на рынке. До свидания. До новых встреч. До новых встреч.